Как? Конечно, да. Кого конкретно? Вас? Кто говорил-то? Ну, давайте вас. Давайте. Да, задних тоже надо обязательно спрашивать. Сегодня лекция допознала у нас, поэтому некоторым уже домой надо идти. Кто-то уходит. Здравствуйте. Спасибо вам большое за ваше время и возможность задать вопрос. Мой вопрос не только для меня, а также для моей сестры. Дело в том, что ситуация сложилась в том, что независимо друг от друга мы вышли замуж за мужчин других национальностей. Ну, соответственно, они исповедуют Исламу. И, скажем так, так как мы очень верующие, мы пытаемся, ну, очень правильно, по-женски реализоваться правильно. Ну, почему вы вышли за этих людей, как вы думаете? Ну, наверное, ну, если мы очень часто с ней представили, что... Я вам могу сказать, не надо обсуждать, долго будете думать. В каждой вере есть своя направленность. И, понимаете, просто вы уже к этой направленности были причастны в прошлом своем, в прошлом. Допустим, если говорить про мусульманство, то там, понимаете, там почитают могущество Бога. Вот взять, допустим, христианство. В христианстве почитают сострадание Бога, его смирение и способность принимать судьбу, свой крест. Понимаете? А в мусульманстве почитают могущество Бога. Там к Богу относятся как к личности могущественной, которая непобедимая, могущественная. И мужчины, которые вот так относятся к Богу, они тоже становятся такими же. Они становятся сильными, могущественными, непобедимыми. Понимаете? Вот. И вам просто нравятся такие мужчины с сестрой. Вы понимаете? Я просто говорю, что какими бы вы хорошими женами пытались быть, то есть правильно высказывать отношения, все равно не такие. То есть уже доходит просто друг от прикладства. То есть как бы мы не считали мы, как бы мы не молились за нас. Вы думаете, что вот смирения, да, не хватает вам? Ну, мы почему-то думали именно так. Но ведь чем больше мы стараемся себя развивать, такое впечатление, что становится позже. А вы неправильно настроены. Не понимаете? Это так кажется с первого взгляда. Мужчина всегда говорит, что женщине не хватает смирения. И он будет это настаивать, утверждать, на этом настаивать. Но на самом деле женщине не смирения не хватает в отношениях с мужчиной. Ей не хватает правильного чувства, собственно, достоинства. Я вам сейчас объясню, как надо себя вести с таким мужем. Вы должны внешне вести себя смиренно, а внутри очень твердо, вот крепко очень. И вроде бы вы с ним соглашаетесь, нищие, а внутри отстаиваете свое. Когда вы так будете себя вести, он сразу вас начнет уважать. Спасибо вам. Вот так именно мусульманские женщины себя ведут. Они внешне смиренные, а внутри как камень твердый. И муж их уважает в этом случае. И не разрешайте мужу заводить вторую жену. Потому что он должен спросить вашего согласия. Здравствуйте. Это немного про фитнес-фитнес-фитнес. У меня такой вопрос. У меня есть парень, которая около 45 лет. И она именно встречается с мужчиной, который еще младше Я не знаю, насколько, но ему 20 лет. Нормально, нормально. Уже не знаю, насколько просто, да, младший? Невозможно засчитать. Так, и? Вот у нее есть страх, по поводу того, что... Ну, значит, девушка какая, представляете, какая красивая, что вот... Очень красивая, очень молодая, умная, вообще... В общем, и я, ну, на фоне того, что я взяла на своем руку, я верю в то, что он все получится. Вот подскажите, как мне именно помочь и поверить в СВ. Что ей посоветовать, чтобы она немного перенялась уверенностью, что это не так. Может быть, ей не встречаться просто, с ним посоветовать? Он ее очень любит, она тоже... Не имеет значения. Ну, ответ очень простой. Если разница больше 10 лет и женщина старше больше 10 лет, то вероятность сохранить семью есть, есть, но очень-очень слабая. Но есть же. Есть, но очень слабая. Поэтому, если они только встречаются, еще лучше не встречаться. Если она красивая, пускай найдет себе своего возраста. Просто, понимаете, проблема заключается в том, что семья сохраняется за счет женского влияния всегда. Семья — это женская энергия, не мужская. И семья сохраняется всегда за счет того, что женщина притягивает мужчину. Чем женщина старше, тем возможность притягивать человека внешне ослабевает, а внутренне усиливается. А внутренняя возможность притягивать — это ее духовное развитие, это ее чистота внутренняя. Ну, понимаете, если бы он был примерно равного возраста, тогда это для него была бы красота женщины. А если он совсем младше, то для него это чистота и мудрость женщины — это больше материнские качества для него, чем качество любимой. Понимаете? И почему обычно мужчина, вот намного, когда старше девушку берет, потому что ему не хватает вот этих материнских, материнской энергии от нее. То есть ему нужна эта материнская энергия, и он ее воспринимает как энергию жены сначала. Потом он взрослеет. Часто мужчины взрослеют очень поздно. Когда мужчина, допустим, взрослеет, ему наступает где-то 35, вот то есть проходит всего 8 лет, он становится уже более-менее развитым, зрелым, а ей уже больше 50, то в этот момент она угасает потихоньку, а он становится на пике своего развития как личность. И в это время, если мужчина развился, только развился в 35, то ему начинают нравиться очень молодые. Вот когда он развился, допустим, он стал взрослым, не в 20, а в 35 стал взрослым, как мужчина, то ему начинают нравиться очень молодые. И вот какая конкуренция может быть между 20-летней и 50-летней девушкой в плане красоты? Конкуренции никакой нет уже, все, тут вариантов отвоевать мужа нет. Поэтому женщина должна сильно подумать, стоит ли ей на эту любовь, как бы поддаваться, если дальше ждет ее вот такая судьба. Просто попытайтесь это очень четко усвоить. Другое дело наоборот, если парень старше девушки надолго, тут немножко другая ситуация, допустим, 20 лет разница, тоже нехорошо. Девушка моложе на 20 лет, допустим, тоже нехорошо. Но это нехорошо проявится сразу. То есть, если девушка моложе, она просто будет выносить ему мозги по полной программе, вот, с самого начала. И если он выдержит такие отношения, она выдержит, они останутся и потом могут всю жизнь вместе прожить. Вот. А если разница небольшая, допустим, на 10 лет младше, то это вообще нормально. Девушка, допустим, лет на 10, все равно будет выносить мозги. Где-то после 7 лет разница между мужчиной старше, девушкой младше, у ней энергии больше, понимаете, чем человек старше, тем энергии меньше у него. У ней энергии больше, чем у него, и она его сильнее, и она из него будет там вить веревки. Вот. Если он выдержит, то останется, нет, разойдутся. Но вообще в целом, как бы, лучше, когда мужчина старше, женщина младше. Она всегда остается красивой всю жизнь. И это, ну, как бы, более крепкий союз. Разница слишком большая, всегда тяжело, но, в принципе, все возможно. Я знаю семьи, где женщина старше около 10 лет, мужчину, и отличная семья, супер просто. Потому что парень очень хороший, развитый, а девушка очень такая, хорошие качества у них. Они, поэтому друг друга ценят, и все у них классно, проблем нет. Но то, что вы сказали, такая разница уже, ну, как бы, лучше не рисковать. Понимаете, вы говорите, они любят друг друга. Иногда вот это чувство может быть ядом. Не нужно поддаваться на него, когда неблагоприятная ситуация в жизни складывается. Есть неблагоприятная ситуация в жизни. Например, ты его любишь, а он женат. Это неблагоприятная ситуация. Ну, понятно, что он не женат. Но я просто говорю, что это... Вот это тоже один из видов неблагоприятной ситуации. Все неблагоприятные ситуации надо побеждать, иначе будет опасность. Но вы можете ей передать, что у нее есть выбор, и у него. Они могут рисковать, пытаться быть вместе. Просто лет через 10 все будет понятно. Вскроется ситуация. Сейчас она не будет скрываться. Она вскроется позже. Ну, давайте... Вы же спрашивали уже, да? Все хотите? Да. Да, конечно, он далеко, правда, еще. Здравствуйте. Спасибо, что вы делали мне время в первый раз. У меня два вопроса, касающиеся меня. Первый вопрос насчет моего папы. Ну, я бы сказала так, на протяжении всей моей 15-летней жизни он относится немного эффективно ко мне, и меня это очень отрягает. У меня вопрос, почему это относится. А второй, где-то два месяца назад я начала чувствовать большую усталость, то есть как раз время подготовки экзаменов было, и у меня усилились очень головные боли. Вот смотрите. Начали пользоваться отношения своей мамы. Родители всегда, родители всегда наслаждаются своими детьми. Вот это желание наслаждаться кем-то всегда приносит этому объекту наслаждение, страдание. Вот если бы я, допустим, сейчас начал наслаждаться вами во время лекции, вы бы сбежались с лекции сразу. Как это выглядит? Я, например, сидел бы вот так. Вам нравятся мои лекции эти дни? Ну, правда ведь хорошие лекции, но? Я просто имитирую ситуацию. Сейчас, чтобы вы поняли. Кто уже захотел уйти, когда я так сказал, поднимите? Вот уже несколько человек уже. Они не слабонервные. Это все правильно. Поймите, что когда нам кто-то перестает служить, то в этой атмосфере жить невозможно. Вот я должен вам служить сейчас и перестал это делать. В этой атмосфере жить невозможно. Теряется необходимость, ну, теряется логика, понимаете, жизни. Вы пришли для того, чтобы я вам служил. Я пришел вам служить. Я вижу ваши глаза, счастлив вам служить, а вы слушаете тоже счастлив. Идет обмен. Такой же обмен должен быть, по идее, между вами и вашим отцом. Он должен терпеть, что он вас любит, и просто выполняет перед вами свой долг. Но так как он, ну, как бы, наслаждается вами, потому что он, может быть, не такой духовно развитый человек, поэтому по этой причине вам становится тяжело рядом с ним. Меня просто очень обижает твоя ненадийность. Вы не попросите, ничего нельзя сделать. А если закончится, то такие усилия стоят, что потом уже просто не хочешь... Это выражается по-разному, может выражаться по-разному. Но идея такая, он вас раздражает. Правда? Не так. Это значит, что он к вам привязан. Теперь послушайте меня. Вот я сейчас эту тему можно разовью, да? А насчет вашей головной боли, всего это тоже влияние Сатурна, не длительное. Просто вот вы попали в небольшой такой период и удивились, что такое бывает. Вы еще молодая, тут бац, голова заболела. Как же так? Вот сейчас этот период влияния Сатурна усилился, поэтому, чтобы вам спать, вам надо делать статические упражнения. Начать наклончик длительно в одном положении, побыть потом в другом. И вот так вот неподвижные положения тела вас выведут из этого состояния. А теперь давайте поговорим с вами о механике отношений. Я хотел об этом поговорить, но забыл. И сейчас как раз я вспомнил, потому что она такой вопрос задала. Очень важная тема, которую сейчас нам надо выяснить. Послушайте меня, это очень важно. Следует знать, что когда наваливается судьба, она еще не навалилась, только наваливается, то в это время человек должен следовать определенному плану, плану, как себя вести. В обычной ситуации жизни можно со всеми людьми нормально разговаривать, общаться, и нет никаких проблем. Но если ситуация становится тяжелой, то люди делятся на три категории. Первая категория – это люди, которые не интересуются самосовершенствованием, они всегда при своем мнении, им ничего не объяснишь, не докажешь. И они находятся на платформе «Все должно быть по-моему». Это невежественная позиция, то есть мы не говорим про человека, мы говорим про позицию. Это невежественная позиция в этих отношениях. Допустим, человек упрямо стоит на своем, не хочет никого слышать и считает, что вот как он понимает, так и должно быть. И когда время между вами и таким человеком встает, как надо правильно себя вести? А правильно себя вести так. Нужно прекратить всякие выяснения отношений с ним полностью, то есть нужно дистанцироваться с точки зрения выяснения отношений, служить ему, то есть заботиться, выполнять свои обязанности, и стараться поменьше с ним контактировать и общаться. То есть самое лучшее здесь – это дистанция и самоконтроль в плане поменьше отношений. Часто люди думают, что поменьше отношений означает предательство. Но на самом деле предательство будет в том случае, если мы в это время перестаем его любить. То есть то, что вы хотели словами выразить, то, что вы хотели помочь человеку своими словами, переводите в свои мысли и молитву. Понимаете, если человек очень упрямо стоит на своем, и он не хочет менять свою позицию, не хочет ничего слышать, в это время нельзя дальше прояснять с ним отношения. Это с каждой секундой будет все больше рушить вашу жизнь и ситуацию. А каждый человек может в такое состояние войти, понимаете? Так действует тоже судьба. Поэтому просто поймите, если вы хотите все равно с ним общаться в это время, это действует ваша привязанность. Это уже не любовь. Это значит, что злая сила из вас, ваша слабость заставляет вас разрушать вашу жизнь. Потому что если человек категоричен, он слышать ничего не хочет, значит дальше любой контакт с ним будет приводить только к разрухе. Ну, приведу пример. Допустим, он категоричен, слышать ничего не хочет. Вы унизились, прогнулись и сделали так, как он хочет, и рядом с ним находитесь, выполняете его волю. Дальше что будет? Он вас будет гнуть еще больше и сам будет становиться еще более гордым. Понятно, да, что будет? То есть будет разрушаться еще хуже ситуация. Или второй вариант. Вы не прогнулись, а начали ему возражать. Что происходит дальше? Война. Ну, то есть любое приближение к нему разрушает жизнь. Поэтому в этом случае вы должны побороться своей привязанностью. Вы должны учиться думать о Боге, получать счастье от Него и перестать пытаться получать счастье от человека, скучать по нему, желать быть ближе, желать, хотеть с ним прояснить что-то, то есть как-то сконтактировать, объяснить свою позицию. Не надо этого делать. Просто молитесь и ждите. Потому что вот это состояние у человека не может длиться долго. Если он в целом не ведет невежественную жизнь, а нормальный более-менее человек, то он в какой-то момент начинает делать три шага из невежества. Первый шаг. Когда вы уже нашли себя, самоудовлетворение нашли в молитве, то есть вы не зависите от Него, живете рядом, служите, заботитесь, но не приближаетесь к Нему. Потому что он такую позицию занял, кобры, бросается, пытается, ну или просто жестко себя ведет. Да, женщина, мужчина может делать, не имеет значения. Первый шаг победы над судьбой в этом случае с его стороны будет подлизывание. Он не поменял эту позицию, он находится в таком очень гордом состоянии, этот человек близкий. Но при этом вам льстит. То есть он говорит, сю-сю-сю, пусть-сю, 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 то есть а сам внутри гордый. Это видно. В это время не надо поддаваться. Делайте вид, что вас это сю-сю-пусть-сю не интересует. Просто как бы твердая позиция внутренняя. Не-не, неправильно я говорю. Первый шаг победы называется запугивание. То есть он говорит, сколько можно, я тебя брошу, если ты так будешь себя вести. То есть если вы желаете счастья, человеку служите, все делаете перед ним, но при этом близкие отношения строите, он вас бросить не может, санкций нет. Чтобы человека бросить, запомните, нужно сломать его чувство собственного достоинства. Нужно его вывести или в гнев, или наоборот в тряпку его превратить. Это только тогда можно бросить человека. А если человек в нормальной жизненной позиции находится, он сильный внутри себя, он делает все правильно, его бросить невозможно. Даже человек может имитировать, что он бросает, но он будет опять возвращаться. Бросить можно человека, когда ты его ломаешь. Точно так же и убить человека невозможно, если он сильный. Только когда ты его ломаешь, ты можешь его уничтожить. Этим бандиты пользуются. Они сначала пугают жертву, понимаете, что или она испугалась, все, значит можно резать. Если человек не испугался, то нет санкций, человек не может этого сделать. Ну то есть идея в чем заключается, то что через вашего близкого человека действует время. Он сам может так не хочется вести, но он вот попал под влияние этой силы. И поэтому он стал гордым. И первая стадия запугивания, его выхода из этой ситуации. Кажется, что он все хуже становится, а наоборот становится лучше. Он говорит, «Хватит себя так вести! Сколько можно? Я тебе устрою! Почему ты так себе идешь со мной?» И так далее. Реакции нет. Следующая стадия – подлизывание. То есть он начинает подлизываться, не реагируйте. Вы уже близко к победе. И третья стадия вот такая. «Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, прямо молчать, и час, и другой подряд». Ну то есть человек становится смиренным. И вот в этот момент вам не надо становиться гордым уже. Потому что время перекатывается как бы с одного человека на другого в этот момент. И вы становитесь гордым. «Ну вот видишь, я же тебе говорила, что ты не прав, а я права!» Ну значит, вы проиграли эту битву с временем. Опять все останется как было. Потому что когда вы берете на себя инициативу гордости, потом он точно так же может взять. В этот момент надо просто, ну как бы, вот он по-доброму начал разговаривать, вы тоже по-доброму. И самое главное – не драматизировать ситуацию. Надо просто очень смиренно, скромно объяснить, что вот я, к сожалению, вот с этим не справляюсь, вот это я не могу, а вот это ты не можешь. Давай друг друга понимать будем. И не надо говорить, я вот такая вот смиренная, я молюсь за тебя уже две недели. Вот ты, гад такой, не реагируешь. Ты у меня гордый по лекциям Олега Геннадьевича и так далее. То есть, понимаете, вот этого не надо всего делать. Просто я вот этого не могу, ты этого не можешь. Давай учиться друг другу потихонечку понимать и понемножечку вот будем правильно жить, правильно отношения с тобой. Понятно, да? Договорились. Потом следующая волна накатывает на него, вы опять делаете то же самое. И так постепенно несколько волны, он приходит в порядок, и все, отношения восстанавливаются. Второй вариант. Человек не ведет себя гордо, но вы видите, что он фальшивит. То есть, он делает вид, что он такой же, как раньше в отношениях с вами, а вы видите, что он не такой, он поменялся. Так тоже действует время, это тоже влияние времени, но это уже не невежественная ситуация, а страстная ситуация. В страстной ситуации не надо отдаляться от человека далеко. Вы видите, он играет в какую-то игру, примите его игру, играйте в его игры вместе с ним, но при этом во время этой игры пытайтесь по-доброму ему объяснить, как правильно. Ну, то есть, во время вот самой игры, вот этой вот, ну, допустим, он увлекся там, допустим, компьютерными играми, и вы его спрашиваете, как ты, вот не лишнего вот этого вот все? Он говорит, нет, это нормально, ничего страшного, ничего лишнего нет. Подумаешь, пять часов посидел за компьютером, ничего страшного вообще. Это невежественная ситуация, то есть, он сотрудничает с вами, но попал в засаду. В это время нужно просто так, он почему попал в засаду? Потому что он устает с работы, приходит, ему нужен отдых, он отдыхает вот таким образом, через компьютер. Или выпивать по чуть-чуть начал. Вот. Не надо паниковать. Нужно договариваться. Нужно сказать, да, мой хороший, я тебя понимаю, все нормально. Но на самом деле, вот я слышала, в лекциях говорится, что это может привести к очень плохим последствиям. и так далее. То есть, по-доброму объяснять, объяснять человека. И когда эти последствия плохие начинаются, они обязательно начнутся, надо ему сказать, ну вот видишь, мой хороший, вот ты попал в это дерьмо. И он потом скажет, а? В смысле? Нет, ее невозможно перепутать. Когда человек в невежестве находится, он не сотрудничает. Вот смотрите, допустим, муж в невежестве, жена подходит, ему что-то говорит, и он начинает на нее барежку разъебать, и горет на нее, кричит, ругается. Это значит, невежественная ситуация. А страстно он не ругается, он шутит с ней. Он по-доброму с ней разговаривает, все нормально. Тогда не надо, вот она не должна в это время входить в гнев. Говорит, нет, это плохо все. Плохо это ругаться, а все остальное это нормально. У человека бывает слабости в жизни, ничего не сделаешь. Надо помолиться, откуда брать силы, перетерпеть такого мужика. Из молитвы силы берутся от Бога всегда, а мы всегда отдаем друг другу силы. У каждого человека есть трудности в жизни. У каждого человека есть трудности, каждый должен учиться из них выходить. Если человек занимается духовной практикой, самосовершенствованием, он в благости находится, у него тяжелый период в жизни, тогда нужно ему помогать близкими отношениями, надо близкие отношения строить. Понимаете, когда человек входит в страстную ситуацию, он отгораживается, лицемерит, тогда нужно делать вид, что ты ничего не замечаешь и просто ему открывать сердце, говорить, что вот так лучше, по-доброму. Если человек в невежественной ситуации, нельзя с ним открывать сердце, нельзя с ним общаться, надо в молитве побеждать судьбу. И когда человек благостный, ему трудно, надо просто с ним общаться близко, и стараться ему помогать. три состояния. Если у вас какая-то другая ситуация в жизни, знайте, что вы ее просто не понимаете и все. Бывают только три ситуации, три варианта, которые я вам сейчас рассказал. Больше никаких вариантов не бывает. Третья ситуация, человеку плохо, он попал в беду, но он работает над собой. Терпите, никак не учите его, не воспитывайте, дайте ему возможность победить, помогайте ему, не ругайте его совсем. Вот страстного человека надо объяснять, его как бы ставить на место и ждать, когда он осекется совсем и показать ему, сказать, ну вот видишь, вот так и есть. Неверстного человека надо дистанцироваться, пока он не захочет отношения строить, и он будет извиняться. А благостного человека надо помогать, терпеть и заботиться. Допустим, человек благостный, он занимается духовной практикой, работает над собой, не выдержал, начал пить. Но он как бы работает над собой, все, молится. Не надо обострять внимание. Надо сказать, у тебя все получится, ты справишься, не волнуйся. И он будет вам раскаиваться, как определить, что он в благости находится. Он выпил, потом на следующий день говорит, прости меня, я выпил, я виноват, я не спок, не сдержался, все, я буду стараться. И вы должны сказать, да ничего страшного, ты точно справишься, все у тебя будет хорошо. Я уверен в тебя на сто процентов. Понимаете, да? Если человек в благости находится, он уже как бы раскаивается, вы ему говорите, нет, ты плохой, вот это вот неправильно. Или человек в страсти находится, вы не сотрудничаете с ним, а его ругаете, это усугубляет ситуацию, он переходит в невежество. Или человек в страсти находится, вы с ним близкие отношения, сердце ему открываете, а он с вами лицемерит, тоже усугубляет ситуацию. Вот вторая, вторая стадия. Вторая. Надо, надо играть его игры и им открывать сердце иногда, когда доброе состояние между вами возникает, играть папочка, вот этого вот мне тяжело вытерпеть. И он не примет вас, не поймет. Но потом, когда наступит тяжелая ситуация, вы ему это скажете, когда его как бы ситуация сломает, он поймет. То есть, нужно до него стучаться какое-то время. Ну, вот мужчина, да? Ваш вопрос. Вот, понимаете, вот этот вопрос дистанции, который я сейчас вам рассказал, это ключевой вопрос жизни. Человек, который не хочет или не понимает, как соблюдать эту дистанцию в отношениях, разрушает всю свою жизнь в момент стресса. Пожалуйста, усвоите эту тему, я коротко ее изложил, мы вроде бы много не общались на эту тему, но вы серьезно вот сейчас усвоите это все. Вот вы сейчас домой придете, если у вас конфликт идет, и вы не выбрали эту дистанцию, дальше вы разрушаете свою жизнь. Самое главное правило, запомните, если искра пошла, значит вы делаете что-то не так. Если вы почувствовали, что напряженность возрастает, значит вы делаете что-то не так. У вас есть какая-то ошибка, проанализируйте, в каком состоянии находится близкий человек и выборьте правильное общение. Но знаете, всегда победа идет от чего? Я молюсь, желаю ему счастья, прошу прощения, прощаю. Это внутренняя работа, а то, что внешне, я делаю то, чтобы не сильно расходовались мои силы, в отношениях с ним. Если я чувствую, искра пошла, значит больше дистанция. Понимаете, если отношения не в ту сторону пошли, надо посмотреть, в чем дело. Может быть, что-то не так. Например, человек сам работает над собой, он сам меняется, ты его гнобишь. Надо наоборот ближе быть, говорить, нет, нет, все у тебя хорошо, молодец. Хотя у него ситуация тяжелая, допустим. Да? Уважаемый, я имею в виду, скажите, пожалуйста, как поступать в ситуации, когда человек думает, что именно я, и вводят его стресс? Это не верстная ситуация. Это означает агрессия. То есть, если обо мне думают плохо, хотя я ничего плохого не делаю, значит, вы должны дистанцироваться, принять это. Что значит дистанцироваться? Все принять, сказать, да, все нормально, я согласен со всем, я ввожу в стресс вас, все нормально, все. Выполнять свои обязанности, желать счастья человеку и не разговаривать на эту тему. До тех пор, пока он не передумает так думать. А передумает очень скоро, потому что, если вы ему ничего не доказываете, ничего не требуете, вы восстанавливаетесь, вам становится легче постепенно, потому что невежество надо принять в свою жизнь. Понимаете, когда человек невежественно сядет, это принять очень сложно. Хочется с ним разобраться, это как в рот удаву. Ты к невежественному человеку идешь разбираться, он тебя раз заглотил, начал рца ругань. Не ходи туда, там снег башка попадет, больно будет. Нужно обходить отношения и решить, да, вот Бог имеет право меня считать, что я как бы совсем плохой человек. Имеет право через этого человека так вот делать со мной. Нормально. Скажите, пожалуйста, еще такое... И у вас все начнет восстанавливаться вопреки вашим, может быть, мнениям. Вот если вы так начнете себя вести, у вас все будет лучше восстанавливаться. Если это влияние идет от других людей, какие-то ясновидящие, то говорят, что... Это тоже невежественная ситуация. Рассказывают, ну, что девочка она обсыпает, она обсыпает. Вот смотрите, если человека называют ясновидящим и он не возражает, это значит, что он очень большой грешник. Человек говорит, ясновидящий он. Ну, в принципе, да. Я ясновидящий и яснослышащий, яснопомнящий, ясночувствующий, ясно... дышащий, нюхающий. Это значит, что человек гордый просто и все. Причем интересно, смотрите, знайте, что в тонком пространстве есть разные сферы. Самые верхние сферы доступны только для святых людей. Самые верхние сферы дают человеку победу над судьбой. Вот допустим, если вы соприкасаетесь с каким-то человеком, и это приводит к победе над судьбой, то он, значит, как-то соприкасается с этими сферами. Но такие люди обычно очень скромные. Они никогда не говорят о том, что они с этими сферами соприкасаются, потому что это кощунство об этом говорить. Это неправильно. Теперь смотрите второй вариант. человек сразу утверждает, что он все видит и слышит. Ясновидящий, яснослышащий, у меня такие способности, он все об этом явно всем говорит. То это значит, что он не с теми сферами тонкого мира соприкасается, где находится победа, а наоборот, он соприкасается с теми сферами, где находится поражение, потому что есть божественные сферы тонкого мира, а есть демонические. Чем они отличаются друг от друга? Божественные сферы, они очень скромны по природе. Там люди как бы не ведут себя нагло. Понимаете? Вот. Хотя могут открывать как бы знания тоже, они не то, что они совсем ничего не говорят, они открывают, но они при этом себя не перевозносят. Вот. А в демонических сферах первое, несколько отличий, послушайте меня, там все то же самое. Тебе говорят про твои болезни, все точно. Тоже так же говорят про твои периоды жизни, про будущее, говорят все то же самое, но есть одна колоссальная разница. Она заключается в том, что тебя пугают и привязывают к себе. Добрые люди к себе не привязывают, они человека направляют к Богу. Злые люди всегда ставят тебе зависимость от себя. Ну, то есть, они тебе рассказывают вроде бы правду, первое, что они делают, пугают. Говорят, осеннее пальто не покупай, но есть возможность выйти из этой ситуации. И возможность идет через меня. Это влияние судьбы? Это влияние судьбы. Видите, я вам сказал, это невежественная ситуация. И вот то, что вы сейчас сказали, это подтверждение. У невежественных людей вера всегда невежественную природу имеет. Смотрите, ну, я не говорю, что у вас невежественная ситуация, невежественный период жизни. Вот смотрите, что такое вера в невежестве? Мы верим в злые силы, в злых духов, верим в злые силы, в проклятие, в порчу, в сглаз. Вот тебя сглазили. Если ты поверил, это вера в невежестве. Тебя сглазили. Если ты поверил, это вера в невежестве. Не надо в это верить. Если ты ничего плохого не сделать, и никто ничего плохого сделать не может. Человек получает все страдания просто сам, потому что в этом виноваты все. Никто не может нас делать несчастными без нашей собственной судьбы. А если у нас судьба хорошая, исправляется, так же и исправляется ситуация. Поэтому нет таких сил, которые бы нас держали в страдании, если мы сами того не заслуживаем. А если мы сами заслуживаем, и кто-то нам делает плохо, то это не сглаз, а просто воля нашей судьбы. Поэтому кроме Бога и нас никого вокруг нет, кто бы влиял на нашу жизнь. Все остальные помогают Богу решать наши вопросы в нашей жизни. А она этого не понимает, ваша жена, и ничего страшного. Она находится под влиянием судьбы, сейчас в невежественном состоянии. Если... Вот видите, вот смотрите, мне хотелось бы ей помочь. Замечательно. Вот здесь нужно соблюдать дистанцию. Смотрите, хорошо, что мы сейчас скрываем тему. Мне хотелось бы ей помочь. Идете помогать, получаете в лоб. Ну, то есть, как надо помогать? Нужно молиться за нее и держать дистанцию. Утверждаться в себе. Когда человек соприказается с невежеством, что происходит с ним? У него рушится чувство собственного достоинства. Он становится или униженным, или агрессивным. Понимаете? Что надо делать? Нужно утверждаться в себе, нужно молиться, желать тещи счастья и как бы становиться сильным. Первая стадия. У меня спокойствие по отношению к тещи. Вторая стадия. Я могу с ней разговаривать уже, и при этом не выхожу из равновесия, хотя она ведется и невежественно продолжает. И третья стадия. Вы начинаете ее побеждать. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат, и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много, я берусь. Сильная позиция, чувствуете уже? Ну, вот, посмотрите. У меня все отношения нормальные. Отношения с дочерью. У меня не нормально. С дочерью кого? Да, с моей женой. У вас ненормальные с вашей? У нее, то есть у моей женщины власти отношения с твоей женой. Ну, значит, тогда вы даете ей такие советы, как я вам. Ну, даю это. Нет, ну, как бы я не требую вашего согласия. Просто вам говорю, как надо. Вот так вот. Хорошо? Мои дорогие друзья, мне сообщили сейчас, что время наше подходит к концу, к сожалению. И тем более, что лекция поздно заканчивается, поэтому я не смогу уже дальше вас спрашивать. Я надеюсь, что я раскрыл тему. Мы с вами поговорили, как побеждать судьбу. Мы с вами обсуждали три стадии побед над судьбой. Беспокойствие в сердце, влияние на ситуацию и изменение в ситуации. Мы с вами объясняли, что до победы, до самой, до начала существует также три стадии. Первая стадия. Я пересчитаю считать кого-то виновным в ситуации. Считаю, что она между нами. На второй стадии я считаю себя виновным. И потом я начинаю уже переходить к, собственно, победе над судьбой. Дальше я вам говорил, что всегда все наши трудности возникают только по одной причине. Причина заключается в том, что когда человек не испытывает трудности, он просто спит. Это не настоящая жизнь. Жизнь души настоящая — это труд души. Когда душа в страданиях, муках приходит к Богу. Вот это и есть настоящая жизнь. А всё остальное — это просто отдых. Отдых от этой жизни. А мы хотим только отдыхать. Вы сами знаете, да? Работать никто не хочет. Вот. И таким образом, как бы, дальше уже ваша практика, ваше общение, ваши отношения. Я также хотел бы вам сказать, что такая небольшая рекламная пауза. У нас есть уникальнейший фестиваль. Это уникальнейший фестиваль. Просто мало таких фестивалей вообще бывает в этом мире. Там собираются хорошие люди, хорошие лектора, хорошие тренера. И целые две недели. Причём туда приезжают вот и Ярослав Климанов, и Олеся. То есть там авторская песня, концерты по вечерам. Весь день лекции, тренинги. Всё чередуется. Умственный труд с физическим. Вот. По утрам мы два раза будет проходить общий эритрик молитвенный. То есть все утром приходят. И мы, я со всеми вместе, все с разных верах, традиций, все вместе молимся. Вот. Этот фестиваль, благость называется, будет проходить в Анапе. Это Чёрное море. Приезжайте. Мы вас всех любим. У нас там нет войны с украинцами. Мы всех любим одинаково там. И ещё лучше, больше любим тех, кого другие не любят. Вот. Ещё больше вас любим на самом деле, чем всех остальных. Приезжайте. Фестиваль будет проходить с 21 сентября по 4 октября. Вот. Кто из вас был на этом фестивале? Поднимите руку. Вот. А теперь опустите руку, кто не считает, что это самое лучшее время в его жизни. было? Самое лучшее было время в вашей жизни или нет? А вы как считаете? Да? То же самое. Все люди считают, что это самое лучшее время в их жизни было. Они все счастливы, плачут, не хотят уезжать. Это уникальное мероприятие. У нас также есть ещё клубы благость. Три клуба благость в Киеве. Три клуба благость по разным районам, направлениям. Мы там тоже молитвенные ретриты проводим, учимся. У нас как бы онлайн такое мероприятие. Я сижу в одном клубе где-то в одном месте, а все остальные через компьютер меня видят и молим. Мы все вместе молимся. Потом разбор полётов идёт. Приходите в клубы. На сайте торсунов.ру есть вся информация, где адреса, телефоны клубов благость местных. И общайтесь, развивайтесь. Там есть учебная программа своя. Это межконфессиональный клуб. Никто веру вашу не заставит вас поменять. Мы, наоборот, любим, когда люди в своей вере остаются, чтобы у нас была межконфессиональная такая команда, единая, дружная. Мы хотим, чтобы все были вместе, чтобы дружили все люди в разных верах. Это наша цель. Чтобы не было войны. Потому что есть четыре стадии разрушения мира через отношения между верами. Это последнее, что я вам хочу сказать. Первая стадия — это не наша вера. Вторая стадия — это плохая вера. Третья стадия — это враги. И четвертая стадия — это религиозная война. И знайте, что на этой земле больше всего жизней человечество потеряло именно через религиозные войны. Через войны, когда одна вера убивает другую. Поэтому вот моя цель, одна из целей моей жизни — это уничтожить вот эту вражду межрелигиозную. Когда человек считает, что его вера единственная, правильная и самая лучшая, это в принципе хорошо. Это хорошо. Главное, чтобы он в этот момент не начал ненавидеть другие веры и не начал их гнобить в своем сердце, ненавидеть, злиться. Вот в этот момент начинаются страшные вещи. Ну ладно, вот в принципе я как бы все основные свои сказал, слова, то, что я хотел. Сейчас мы с вами продолжаем вчерашнюю работу. То есть мы сходимся прямо. Кто-то уже опаздывает домой, пора идти кому-то домой, не стесняйтесь. Это нормально. Вы уберите бутылку из рук, ручки переверните вот так вот, сядьте прямо, голову поднимите вверх, вверх повыше еще вот так. Откяните голову наверх и просто думайте о свежем ветре, о ветерке. Посмотрите на меня сейчас, посмотрите на меня. Смотрите, сейчас я ее приведу из этого, выйду, выйду из состояния излишнего жара. Думайте о других людях сейчас, забудьте про себя. Смотрите на меня. Это называется пранаяма. То есть я сейчас буду дышать и передавайте силы. Сейчас ветер подует. Свежо стало? Да. Всем ветер хорошо. Да, можете так же, ручки поставить, сейчас мы будем ветер изгонять.